Свой визит в Кванториум Владимир Сипягин начал с осмотра образовательных площадок. В каждой из лабораторий ученики показывали свои разработки. Глава региона охотно лично изучил все модели проектов. Он и чистит воду в том числе и пищевые отходы. То есть он способен такой многопрофильным. И вырабатывает энергии. Слушай, ну все. То есть подключаем тогда к администрации Владимирской области этот препарат, чтобы не сжечь электричество, да? Только покрупнее его возьмем. Георгий Лавриненко разработал AirBidget для отслеживания криптовалют. То есть в виртуальном пространстве есть своя биржа. И в таком приспособлении можно отслеживать колебания курсов. Молодой человек занимается программированием еще со школы. В Кванториум пришел полтора года назад в отделение VR Air. За это время разработал не один виджет. VR и AR это технологии виртуальной реальности VR и AR дополненной реальности, которая реализуется на соответствующих очках. Сегодняшний проект я некогда писал со своим товарищем. Он представляет из себя виджет, который помогает человеку ориентироваться в криптовалютах. На нем представлен список из пяти выбранных пользователем криптовалют и их соотношение к рублю и к доллару. Побщавшись с учениками и разработчиками Кванториума, Владимир Сипягин отправился на рабочую встречу с педагогами области. Говорили о кадровом дефиците в школах и проблемах дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями. А также про интернет в сельских школах. Важнейшая задача это дальше давать этим детям какое-то развитие вперед. Потому что те, кто таланты, очень важно, чтобы они дальше развивались. Поэтому я со своей стороны всегда выступаю за социальные лифты. И вот тех талантливых детей мы двигаем очень активно дальше, а те, кто стремятся развиваться дальше, мы должны также дальше и сопровождать. Владимир Сипягин отметил, что про социальные лифты всегда говорит и Владимир Путин. Также губернатор говорил о внедрении национальных проектов в образовательный процесс. Это план уже ближайшего будущего. И, конечно, сразу на встрече нашлись те, кто эту идею поддержал. Например, кадетский корпус в Радужном нуждается в актовом зале. Но вот из приоритетных проблем у нас остается наличие места, где мы могли бы проводить массовые кадетские мероприятия, мероприятия областного, а вообще хотелось бы помечтать и межрегионального уровня. Нам необходим актовый зал. Департамент образования, еще раз повторюсь, нас поддержит. Но если будет ваша поддержка, то я думаю, в 2019 году этот проект будет реализован. В Рю первого заместителя губернатора Марина Чукунова предложила директорам образовательных учреждений общаться в режиме онлайн. При этом она напомнила, что образование не самая запущенная отрасль в социальной сфере. Но в 2019-м будет над чем работать. Валерия Саенко, Екатерина Корнилова, Артем Горчуков, 6 канал.